ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусть слышь нас! Кто нас спас! О теле Господнем! Мы сегодня особенно рассуждаем о том, готовили мы для того, чтобы быть участником в этой вечере Господней, чтобы прославилось имя Бога нашего, Спасителя нашего, того, который мы только что пели, что даровал нам даром жизнь вечную, умыл кровью святою даром. И все это даром не за наши заслуги, а потому, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного Сына для спасения нашего. И мы сегодня, братья и сестры, на этом месте собрались для того, чтобы воздать хвалу и славу нашему Господу. Поблагодарить Его за то, что мы имеем будущность, будущность непростую, будущность радостную, будущность ту, которой будем вместе с Иисусом Христом радоваться там на небе, где место приготовлено каждому из нас. Наша задача сегодня, как Господь оставил для нас эту заповедь, исполнять его до того часу, пока Он придет опять за Своим. И поэтому сегодня мы будем вспоминать тот день, когда происходило вот это спасение даром. Мы пойдем туда, на Голгофу, мы пойдем в приторию, мы пойдем туда, где Пилат сидел на том месте и судил Господа нашего Иисуса Христа. Мы пойдем туда, где первосвященники и священник возбуждали народ, который народ кричал, чтобы его распяли, чтобы был он умерщвлен, но он не сделал ничего. Пилат им объяснял, что он сделал, какое зло он сделал, какое преступление он сделал, но они его не слушали. Они не слушали, они кричали, распни его, распни. И все потому, братья и сестры, чтобы за две тысячи лет сегодня мы сидели на этом месте, и все за то, чтобы мы имели вечную жизнь. Слава нашему Господу! Он достоин славы, и наши уста не должны закрываться. Наши уста должны постоянно восхвалять имя нашего Господа, потому что Он есть Бог наш, Он есть Спаситель наш, Он есть Тот, Который даровал жизнь нам даром. А я знаю, что каждый из нас, если кто-то дает нам что-то даром, такое, знаете, великое, что-то такое прекрасное, мы благодарны всегда Ему. Поэтому мы будем благодарить нашего Господа, что Он даровал нам жизнь. Потому что есть вечность, а вечность, она без конца. Мы живем на земле, ну, ай будет, сто лет тому, как назначено. Но приходит конец, и все заканчивается. И идет человек в вечность. А вечность, она есть разная. Их две всего. Одна с Богом, одна без Бога. И мы читаем и знаем, что и где происходит. И пусть Господь благословит, чтобы наши сердца, они были открыты для того, чтобы благодарить нашего Господа за то, что мы имеем. Имеем ту надежду на будущность. Пройдя этот жизненный путь, восхвалять нашего Господа, благодарить Его за такую дарованную милость, которую даровал нам Господь. Я буду читать, я люблю читать в этот день то, как было и что происходило в тот час. Исайя, 52 глава, 13 стих. «Вот, раб мой, будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека, лик его, и вид его паче сынов человеческих». 53 глава. «Он истязуем был, 7 стих, но страдал добровольно и не открывал уст свои, как овца, веден был он на заклание. И как агнец, пристригущий его, безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторнут от земли живых. За преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостоверения, он узрит потомство долговечное, и воля его Господня была успешна, будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себя понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причин был, тогда как он понес на себя грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Братья и сестры, как много говорил Исайя за 700 лет до того, когда все это происходило. Говорит, если так взять, то те, которые изучали Слово, сегодня говорят Тору, они должны были знать то, что должно было происходить. И когда пришел Иисус на землю, мы вот недавно, только пару дней назад мы отмечали день рождения Иисуса Христа, то есть пришествие на землю нашего Спасителя. И они не познали этого, они не могли уразуметь того, что, говорит, что может быть, ну, с Назарета, что там может быть, потому что там нету ничего хорошего. А вот то, что он родился в Ифлиеме, они забыли, потому что они сами определяли, что он должен был там родиться. Когда царь Ирод позвал их, они говорили, что там должен родиться. Он там и родился, он там был. Но они не уразумели того, что произошло в жизни. И когда настал час, что он ходил, он ходил по земле, и, несмотря ни на какие личности, не смотрел на то, что они великого сан, великий сан имели, но делали неугодно пред лицами Господними, он не смотрел на эти личности, он их обличал. И их зло взяло то, что он перед всеми народами, перед тем народом, которыми там они себя возвышали, он их унижал такими словами, говорил о них, какие они есть. И это зло, знаете, оно привело до того, что, когда настал час, пришло время, это пришло время того, что должен был Иисус Христос пострадать за грехи наши, они в злобе свозбуждали народ для того, чтобы народ кричал, требовал его распятия и убиения. И это все произошло. И он был обезображен падче всякого человека. Не говорится о том, что там были разбойники, которые висели справа и слева, что они были избиты так, как он. Но он был извязлен, он был обезображен, он был в крови весь. Знаете, его били, на него собрали много народу, весь полк собрали для того, чтобы издеваться над ним. Водили его, он молчал. Он был как агнец. Он молчал, не говорил ни слова. Водили его от Пилата, к Пилату, водили его к Ироду. И он молчал, и кругом над ним насмехались. Он все это претерпел ради того, чтобы даром дать нам жизнь. И слава ему! Господь достоин славы, братья и сестры. Он страдал. Он был избитый в притории. Привели его на Голгофу. Там начали его распинать. Он опять же молчал. Молчал потому, что должно было то совершиться, что совершалось. Должно было совершиться спасение наше. И мы сегодня в этот час благодарим нашего Господа, что мы есть те, которые были предназначены ко спасению. Мы есть те, которые призваны возвещать этот день всем живущим. А для себя в первую очередь, чтобы мы были готовы всегда представить при лице нашего Господа чистыми и непорочными. И дальше, что говорится, 27 глава Матфея, 17 стих. Итак, когда собрались они, то есть первосвященники, священники им Пилат, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемый Христом? Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву о Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемый Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника. Всего смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустили им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него баграницу. И спрятавший венец из стерна возложил ему на голову и дали ему правую руку трость и, становясь перед ним на коленях, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него. И взял в трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него баграницу и отвели его, одели его в одежду его и повели его на распятие. Так досталась наша жизнь вечная нашему Господу и Иисусу Христу. Тот великий Бог, через Которого все творилось, то, что мы видим и не видим, Тот, Который через Которого будет создан мир, Он пришел на землю и взял вот это все на себя, все наши грехи, все наши преступления и понес туда, на Голгофу, где на древо позора пригвоздил. И сегодня, как мы читали, что Он сделался ходатаем за каждого из нас. И сегодня Он ходатайствует за каждую душу, братья и сестры. И если мы не бывает, что мы не так как-то поступаем, где-то согрешаем, Господь, Он ходатайствует перед Отцом Небесным за каждого из нас, показывая свои раны перед лицем Бога нашего. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня, у нас будет сейчас молитва, чтобы в этой молитве мы сказали нашему Господу, нашему Спасителю. Может быть, какое-то есть у кого-то препятствие, может, какое-то, знаете, какая-то преграда. Кто-то думает, что я не, ну, как участвовать, недостоин, пусть раскатывает все Господу, исповедует перед лицом нашего Господа то, что имеет сказать. И написано, что когда мы стоим на молитве, прощайте друг друга, прощайте согрешения, дабы Отец Небесный простил нас. Это то зависит, знаете, многое. Может быть, какая-то обида, где-то, знаете, кто-то есть, что-то осталось, какая-то, ну, частичка обиды в сердце человека. И она есть препятствием. Пусть в этот час, в этот час молитвы мы скажем нашему Господу и повинимся перед Ним и простим, простим друг друга, дабы Господь простил нас для того, чтобы нам было свободно взять тело Господнее и кровь святую нашего Господа. Ибо так требует от нас Господь, чтобы мы были чисты перед нашим Богом, чтобы мы могли свободно войти в Царство Небесное. потому что однажды, однажды Господь сделал все для того, чтобы мы были спасены. Однажды Он принес себя в жертву. Однажды Он был возведен на Голгофу, пригвожен к древу позора. Умирая, Он не один час и не одну минуту, но это было целый день на поляшем знойном солнце. И мы, когда читаем от Луки, там тоже написано, что когда люди, когда Он совершил все и сказал «Отче, прими Дух Мой» и испустил Его, тогда было с 3 часа, с 6 до 9 было затмение, солнце не светило, темень была. И видели все то, что происходило, и осознали они, но уже было поздно, чтобы кричать «Снимите и уберите, что дайте Ему жизнь». И поэтому тогда с этого зрелища народ и шел и бил себя в груди за то, что сделал. А сегодня мы знаем, что произошло и почему это было так. Достал час спасения этого мира. И наш Господь, распростерши руки на кресте, обнял весь этот мир и сказал «Прости им, Отче, ибо они знают, что делают». Так что мы, братья и сестры, сегодня, в этот утренний час, мы будем склоняться пред тем великим Богом, пред тем, который был на кресте, пред тем, который послал Сына для того, чтобы Он страдал и принял эту, знаете, такую тяжелую смерть, позор, избиение, издевательство не за свои грехи, нет, за наши грехи. Он наши грехи понес туда, на Голгофу. Он наши грехи там пригвоздил. И мы в этот час будем славить нашего Господа. Поблагодарим Его за это от всего сердца. Пусть наши уста, они не будут закрытыми. Пусть наше сердце, оно сокрушится перед нашим Богом, потому что Он есть Бог наш, Он есть Спаситель наш, и Он достоин той славы, которая принадлежит Ему, Ему, великому Богу, Спасителю нашему. Склонимся в этот турний час, будем благодарить нашего Бога. Аминь. Путь последний Христа признать, приступает, 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 в этот турний час, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также звезды мерцали вдали И луна одиноко бродила Только ангелов чудная песнь Старый мир к новой жизни будила Чудный гимн я тут слышу сейчас Пастухи огня святая не раз Прибавляла мне силы и веры Чудный гимн я тут слышу сейчас Пастухи огня святая не раз Прибавляла мне силы и веры Знал ли он что его в мире ждет Для чего ему дано родиться Что толпа его сверстки распнет И жестоко над ним наглумится Знал ли он что столпой рыбаку Увлечет он полмира собою И что сквозь полу сумрак веков Мы пойдем за ним той же тропою Да он знал что его предадут На лишение страдания и муки Что гвоздями по древу прибьют Его чистые добрые руки Он восхотел оставить славу неба И умолившись вид раба принять Неповторимый властелин державы О, кто бы мог любовь его понять Да он знал что позорно умрет Для грятущих земных поколений И над грешной землей взойдет Ярким светом святое спасение Для того он родился в ту ночь И о том, хоре ангелу пели Что пришел он всем людям помочь Чтобы вечную жизнь все имели Для того он родился в ту ночь И о том, хоре ангелу пели Что пришел он всем людям помочь Чтобы вечную жизнь все имели И о том, хоре ангелу пели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, Amen Alleluia, Alleluia, наш Господь со небес и земли Alleluia, святый, святый, наш Господь, Бог Всевышний Святый, 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 наш Господь, Бог Всевышний Святый, 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 наш Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они не могли стоять Они не могли ж чем-то обычным заниматься Они не могли даже чем-то обычным заниматься Они не могли просто мыслить Так как они мыслили пять минут тому назад Все менялось в присутствии святости всемогущего и сильного Бога Пророки даже, святые пророки, великим движением Духа Святого вводимые были, но когда входили они в святость всемогущего Бога, кричали, горе мне, погиб я. Дорогие мои друзья, может быть, необычно смотрится вот эта святыня, вот эта святость, эту святость Божья. Необычно по той причине, что уже не один десяток лет ты участвуешь в ней, и может быть, потому оно не меняется. Но, мои дорогие друзья, это поистине великая святыня. Я стараюсь всякий раз подчеркнуть это. И, коль это великая святыня, то давайте, дорогие друзья, еще раз у меня есть сильное побуждение помолиться вместе с вами, чтобы Бог открыл нам сердце наше, чтобы никому эта святыня не повредила. Отец, Твоя церковь и скилпленные Твои, они сейчас в смирении и трепете предстоят перед величием Твоим святым. Ты наш Господь, Ты наш Господь, и в Слове Своем определил послать к концу веков своего единородного Сына, как Агнца, в жертву умилостивления за грехи наши. Ты, который незримо сейчас присутствуешь на этом месте и знаешь каждое сердце, Ты знаешь, Господь, дорогой сердце мое, Ты знаешь, Господь, чистоту Его, Ты знаешь, Господь, дорогой, уста мои и чистоту их. Ты знаешь каждого, кто находится в этом зале сегодня. Так важно, Господь, чтобы эта святыня принесла каждому из нас Твое благословение. И прежде чем мы выслушаем Твое Слово, и прежде чем мы, Господи Божьи сил, поднимем при лицо Твое святое хлеб и вино, мы будем, мы молим Тебя, освяти нас, очисти нас кровью Твоей святою и удостой нас быть достойными. Принять, Ты это можешь сделать, Ты это можешь сделать, и перед Тобой мы преклоняемся, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Первое место для нашего рассуждения я читаю, записанное в книге Плача Иеремии, 4 главе, 1 и 2 стихи. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам, цены Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника. Думаю, все присутствующие, вы понимаете, что Плача Иеремии, а он не был, он не был просто. Видел, печалилось его сердце и плакал он, потому что чего-то не хватало ему. Он видел тяготеющую руку Бога Израилева над своим народом. Он, пророк Господин, вопиял, плакал, терзался в душе своей не по причине своих беззаконий, нет, а по причине беззаконий, по причине отступления народа своего, они оставили своего Бога, и потому постигло ихнее бедствие. Если вы читаете ниже эту главу, там ужасные события происходили. Одно из них, я прочитаю, десятый стих, руки мягкосердных, руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дочери народа моего. Заметьте, мягкосердные женщины это делали. Вот до какого состояния дошел народ, отступив от всемогущего и сильного Бога. Вот потому это пророческое слово сравнивает некогда его народ. Это был народ, как бы уподобляет его Господь, этому чистейшему золоту, блестящему золоту. Нравится Богу чистое хождение перед Его святым величием. Мои дорогие братья и сестры, нравится Богу нас благословлять. Нет, не нравится Богу нас доказывать. Хвала Ему, мои дорогие друзья, Ему нравится нас благословлять. И почему? Вот почему, дорогие друзья, вот такое аллегорическое сравнение, когда человек ходит в присутствии всемогущего и сильного Бога, Бог уподобляет, его как бы уподобляет этому золоту сияющему, чистейшему, самой высокой пробы. Дорогие друзья, и тогда, когда он удаляется от него, он уподобляет его золоту потускневшему. Золоту потускневшему. Книга пророка Исаии, 53 глава, 2 и 3 стих. Читаем такие слова. Ибо он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Позвольте сравнить нашего Спасителя. Это пророческое слово о нем. За 760 лет пророк Исаия видел его именно таковым. Почему? Тот, который был в недре отчим. Почему тот, на котором не было никакого греха, у которого никакой лести не было в устах его, у которого никакой злой или негодной мысли не было в сердце? Почему сравнивает его Бог? Что у него тоже не было вида и величия. Да, чистейшее, блестящее золото, драгоценные камни, свойственно, дорогие друзья, ими восхищаться, свойственно этим драгоценным металлам или драгоценным камням притягивать внимание зрителя, глаз человеческих. Но что происходит? Что происходит с тем, который пришел, и имя ему было Сын Человеческий? Почему не было в нем вида и величия? Один ответ. Он взял на себя мои грехи. Он взял на себя твои грехи, мой брат и сестра. Слава Иисусу! Вот потому потускнело. Почему потускнел Израиль, мои дорогие друзья? Почему такие горе и бедствия происходили в их жизни? Потому что беззакония взвалины были. У каждого перед глазами было не помышление о Господе, не искание Его воли, не искание путей Его, а собственных путей, собственной воли, собственных увлечений было в их сердце, в их мыслях. Мои дорогие друзья, у Иисуса не было так, но Он потерял. Но это, чтобы влекло к Нему, у Него не было. По той причине, это был только момент. Я не говорю о тех моментах, дорогие мои, которые влекли, за Ним шли с тысячи, огромнейшие толпы, и Он учил их. Да, это время было, когда Он привлекал. Я говорю, за этот момент, за который мы рассуждаем сейчас, о котором пророчески пророчествовал Исаия, в Нем не было вида, только по той причине, что Он стал этим агнцем. И люди не могли смотреть на жертвы, которых они приносили. Всякий раз в храм и левиты и со священниками их заколали. Многие мягкосердные, они не смогли, они должны были смотреть, но они отворачивались, они не могли. Это было ужасное зрелище, когда его заколали. Это было ужасное зрелище еще от того, что люди знали, что этот агнец должен был еще жить, находиться в стойлах ихних. Но, мои дорогие возлюбленные, он должен был заколаемый за тех, кто приносили их. Да, не смогли смотреть. Да, не смогло даже небо смотреть, солнце померкло. Мы знаем, возлюбленные Богом. Я думаю, многие из вас любите слышать проповедя пастора Цибы. Кажется, он из Санкт-Петербурга. Он рассказывал свое детство, свидетельствовал. Игрались, как всегда, говорит, малыши мы. Ну, я, говорит, любил коллекционеры. То стеклышко красивое найду, то что-нибудь блестящее. Детство, многие, кто-то марки коллекционирует, этот коллекционер все, что блестит. Ну, и, говорит, нашел какое-то кольцо я. Оно не очень блестело. Ну, чуть-чуть блестело. Вот оно было такое потускневшее. Это колечко. И он положил его в свою коллекцию. Рос, хобби, менялось с возрастом. И просто однажды, когда он вырос, он заглянул в свою коллекцию. Когда он вырос, уже у него не было детские подходы к жизни, детские соображения. Когда же он начал пересматривать свою коллекцию и нашел это колечко, к своему удивлению, он заметил, что это колечко чистейшей пробы золота, самой высокой пробы золота, таких он сказал в заключении, он сказал своего этого свидетельства, таких сейчас нет уже в продаже. Почему он на него так не делал такого акцента? Почему в детстве, когда он его нашел, он так не радовался, кого он сейчас радовался? Этой находке? Потому что он теперь знал ценность эту. Мои дорогие друзья, о, как многие из нас не осознаем той ценности, которая сокрыта в чаше, той ценности, которая сокрыта в ломимом кусочке хлеба, который ты берешь и кушаешь, брат и сестра, ценность теряется от незнания. То есть, я хотел бы прочитать следующее место из книги пророка Исаии, 34-я глава, 30-м стихом, написано так, «И увидел Моисея Аарон, и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет». Мы древние, когда мы входим в присутствие всемогущего и сильного Бога, с нами что-то происходит, мы меняемся, когда мы переживаем какие-то Божьи благословения, когда мы исполняемся Духом Святым, мои дорогие друзья, попробуйте через минуту, когда человек был в сильном присутствии Духа Святого, попробуйте его зацепить за живое, попробуйте ему наступить на его мозоль, он не так будет реагировать, чем через какое-то время на каком-то паре, вот, когда все расслабились, сделайте ему что-нибудь больное, посмотрите, как он будет реагировать, но в моменты, когда он или она находились в присутствии всемогущего и сильного Бога, вы не сможете его или ее достать так быстро, как вы можете это сделать в каком-то другом месте, где веселье, где что-то, где не прославляется имя Вседержителя. Вот потому-то, мои дорогие друзья, так важно, так важно и до участия, и после участия нам знать цену нашего искупления. Почему Израиль переживал такие, такие наказания, такие бедствия, от которых просто страшно читать эти места, не то, что проповедовать. Я имел очень большую борьбу прочитать этот стих или не прочитать. Нет, это не жестокость всемогущего Бога, нет и еще раз нет, но сотворивший их, но избравший их из всех народов, он, как Бог, он видел, что другого метода не существует, чтобы их повернуть к себе. И он допустил, и он допустил эти события, эти ужасы в ихнюю жизнь. Мои дорогие друзья, тогда, когда золото не уменялось, не считалось у них, как в драгоценные металлы, когда серебро было, как простая глина, мои дорогие друзья, этот народ опускался до самого низкого состояния, что просто эти все драгоценности свои отдавал за кусочек хлеба. Почему это происходит? Ответ один. Удаляясь от нашего Господа, я и вы, мы тоже народ избранный, слава Богу, нет, не только Израиль, мы избранные им. И вот потому, если беды приходят в мою жизнь, если боли постигают меня, у него единственная цель, он как Отец, он применяет эту розгу ко мне и к тебе, чтобы повернуть меня и тебя к себе живому Богу, чтобы я и вы поняли, насколько он добрый наш Отец. Я уверен, я не буду спрашивать сейчас или просить, поднимите ваши руки, кто благодарен вашим родителям, которые наказывали вас. Я знаю, что подавляющее большинство из вас скажете, я, и именно это те, которые действительно дети с большой буквы, почитающие своих родителей, множество, подавляющее большинство, и я в честь их говорю, мало, мало, мало папа и мама меня наказывали. Почему? Я благодарю Бога моего, что они меня были, потому что у меня было много глупостей в моей жизни, и от этих глупостей есть нечто, что применять должны родители, и оно отворачивает юношу или девицу от глупых поступков. такой же самый и наш Господь. Да благословит нас Господь, и да прославится Его святое чудное имя. И филиппийцам 2.15 говорится моему и твоему сердцу так, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, детьми Божьими, непорочными среди струбчивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. И снова это слово сияете. Бог обращался к народу своему, его уподобляя этому сияющему золоту. Бог обращается и к нам, избранному Его народу, обращается к нам, что мы избранные им, мы избранные для того, чтобы нам сиять среди этого струбчивого и развращенного рода, быть этими светильниками, которые должны показывать этому миру путь к Господу, путь в вечность, путь ко спасению. Твоя и моя задача нет ни жить для себя, мой брат и сестра. А жить во славу всемогущего и сильного Бога – это благословение. И ты, мой брат и сестра, ничего не потеряешь. Я знаю множество живущих, которые сияют в этом мире, и они не являются нищими. И их не дома, мои дорогие возлюбленные, они не похожи на что-то такое, отчего просто в ужас приходишь. Нет, нет, Бог, если Он видит твое и мое отношение к Нему, любовь твою и мою к Нему, Он устрояет нас и в этой личной жизни. Слава нашему Господу! Он чудный наш Господь, и благословенно Его святое чудное имя. И, дорогие, последнее место я читаю. Многое сегодня Господь говорил нам на протяжении этого утра, показывая, как дорого мы достали нашему Господу. Поэтому и то, что сейчас прочитаю, это место, которое все вы прекрасно знаете. Множество из вас уже знаете Его наизусть. Но в благоговении давайте встанем, потому что это слово Сына Божьего, потому что это повеление того Агнца, который отдал себя в жертву умилостивления за мои грехи и за твои грехи. Да благословит нас Господь. 26-я глава Евангелия от Матфея, 26-й стих, читаем такие слова. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Моё маем